Привет, друзья! С вами подкаст «Базовый блок» и я, его ведущий Иван Иваницкий. Сегодня у нас в гостях Сергей Тихомиров, и мы с ним обсудим направление ресорча в биткоине. Но прежде чем мы перейдем к нашей теме, я хочу поблагодарить наших патронов. Нас можно поддержать на patreon.com slash basicblockradio и boosted.to slash basicblockradio. Спасибо большое, друзья! Вы помогаете нам фокусироваться на выпуске более качественного контента. Также я хочу поблагодарить наших спонсоров. Это Everscale. Everscale – это асинхронный Layer-1 блокчейн с уникальными концепциями мультитрейдинга и платы за хранение. Он обеспечивает пропускную способность в 60 тысяч транзакций на живой сети. И приходите, принимайте участие в грантовой программе и стройте веб-три-бизнес в Everscale. Также нас поддерживает OneInch. OneInch Network – это агрегатор децентрализованных бирж, работающий в сетях Ethereum, BSC, Polygon, Optimism, Arbitrum, Avalanche, Phantom и Gnosis Chain. Приложение OneInch.Dub дает доступ к десяткам источников ликвидности, обеспечивая мгновенный и безопасный обмен криптовалюты наиболее выгодным курсом на популярных децентрализованных биржах. Так что спасибо OneInch также. И спасибо нашим друзьям Zerion. Zerion – это умный кошелек для веб-три. Он показывает все ваши DeFi и NFT токены, поддерживает 10 блокчейнов от эфира до саланы. И, что интересно, теперь в Zerion можно выпускать собственные динамические NFT-аватары, сокращенно DNA, привязанные к ончейн-ативности пользователя. И создавать новые кошельки, управлять портфельными цифровыми активами, включая NFT. И также важно, что безопасность года Zerion подтверждена двумя аудитами компаний SecFold и Cure53. Так что спасибо, Zerion, за поддержку. Все ссылочки, друзья, вы можете найти внизу. That being said, перейдем к нашей основной теме. И наша основная тема – это направление ресерча в биткоине. И, как вы, друзья, знаете, Сергей Тихомиров несколько лет посвятил тому, что в ChainCode как раз и изучал одну из тем безопасности биткоина. Поэтому, чтобы дать контекст, давайте начнем с этого. Серж, напомни, пожалуйста, нашим слушателям, а подробно об этом было сказано в выпуске номер 159, что такое ChainCode и чем в ChainCode занимался ты. Привет, Иван. Привет, дорогие слушатели. Рад снова вернуться в эфир и рассказать всем интересующимся про биткоин ресерч. Если говорить про ChainCode, это такая довольно уникальная организация, которая базируется в Нью-Йорке и посвящена целиком тому, чтобы спонсировать и поддерживать людей, которые делают ресерч и разработку во благо биткоина. То есть, там работает фуллтайм несколько людей, которые прямо в качестве своей основной работы пишут код в репозитории BitcoinCore и думают над тем, как сделать более безопасным и более эффективным сам протокол биткоина на, так сказать, базовом уровне, на первом уровне. Несколько человек занимаются там и вторым уровнем, главным образом лайтнингом. И я на протяжении года с хвостиком, можно сказать, 2022 год, я посвятил тому, что я в этой замечательной организации ресерчил лайтнинг, сфокусировавшись на одной конкретной проблеме под названием джемминг. Мы, наверное, не будем углубляться очень сильно именно в этот аспект, потому что про это мы записали уже, как Ваня, ты правильно сказал, целый выпуск. 159-й, если слушатель ректор интересуется, пожалуйста, его послушайте. Там есть ссылка на нашу статью, которую мы с Кларой Шекельман написали в соавторстве про это, и на блог-пост, который я написал, как summary этой же статьи. Но если вкратце очень пересказать, о чем там шла речь, о том, что в лайтнинге есть такой тип атак, категория denial of service, называется джемминг. То есть атакующий создает платежи или инициирует платежи через другие узлы, запирает некоторое количество ликвидности, то есть монет, но не завершает эти платежи с другого конца. И за счет этого так построен лайтнинг протокол, что он двухступенчатый. Вначале ликвидность запирается, потом она отпирается. И в хорошем случае это происходит за несколько секунд. В плохом случае, если злоумышленник вот так подвешивает чужие монеты, он может заблокировать чей-то канал или при каких-то допущениях большую часть сети. Но там это зависит от того, насколько эта атака успешна. И мы предложили способ решения этой проблемы, который совмещает в себе комиссии, которые платятся перед тем, как платеж завершается. Потому что сейчас это не так, сейчас комиссия платится только после завершения платежа. Соответственно, атакующий их вообще не платит, если он фейлит свой платеж через какое-то время. А также некоторая система репутации, причем локальной репутации, где каждый узел следит за тем, как ведут себя его соседи, и не приходят ли от соседей вот эти платежи, которые запирают ликвидность. Если там у нас, Вань, с тобой, допустим, канал, и ты мне шлешь платежи, они быстро разрешаются и приносят мне комиссии, то ты хороший. А если ты мне присылаешь платежи, которые запирают мои каналы и ничего мне не приносят в качестве дохода, тогда ты плохой. И я тебе не разрешаю, не даю полный доступ ко всей моей ликвидности и ко всем моим слотам. Это другой тип ресурса, который здесь используется. И путем некоторых вычислений и рассуждений мы показываем, что это решение такое двойное, двухступенчатое, или из двух компонентов состоящее, может быть эффективным. Тут еще, конечно, до того, как это реально будет реализовано, если это будет реализовано, нужно еще провести некоторые дополнительные исследования, более практичные, с разработчиками как-то это все обсудить. И процесс этот уже начался. Но сейчас он в некотором смысле продолжается при минимальном моем участии. И мой соавтор, Клара, этим занимается. И я надеюсь, что там что-то из этого получится. Потому что первоначальный, по крайней мере, интерес мы наблюдали с точки зрения разработчиков. Они интересовались. У нас было несколько созвонов с людьми, которые прямо непосредственно пишут код лайкинга. Так что вот это краткий summary того, чем занимался лично я. А дальше, наверное, мы можем обсудить более общее, чем вообще занимаются люди, которые фуллтайм работают во благо биткоина, скажем так. Да, смотри, мы опираемся на документ, который опубликовал чейн-код в этом описании. И там есть ссылочки, соответственно, на группы, которые занимаются каждой из областей, которые мы упомянем. А если говорить про конкретно тебя, мы поняли, это в первую очередь Lightning и Jamming Attacks. А если говорить про чейн-код, то какие из областей, которые мы обсудим, затрагивает непосредственно чейн-код, а какие нет? Ну, тут про чейн-код немножко сложно говорить, потому что чейн-код это такая, ну, как было сказано ранее, уникальная организация, которая, ну, нет какого-то единого управляющего центра, да, начальника чейн-кода, который рулит с разработчиками, говорит, что ты делай это, ты делай это. Идея в том, что люди, которые туда приходят, у них есть какой-то, ну, сформировавшийся уже интерес в биткоин-области, они хотят какой-то проект продвинуть или какому-то проекту помочь, а чейн-код им предоставляет для этого ресурсы, возможности и так далее. То есть, определенно есть люди в чейн-коде, которые занимаются криптографией, там, ну, в частности, там работает Питер Уилли, один из главных людей в биткоине, очень давно участвующий в разработке, очень много понимающий про всевозможные аспекты. И он занимается многими вещами, в том числе криптографией, шифрованием, будущим трафиком, и немножко про это, возможно, скажем, когда более подробно пойдем по документу. Есть люди, которые занимаются, вот как Клару Шекельман, с которой я в Сауторс-Ассоциативу написал, более вещами, связанными с лайтнингом и более вещами, связанными с таким математическим моделированием, графы, вот это все. Ведется также работа про peer-to-peer, про то, как узлы общаются между собой, какие они сообщения друг другу посылают, когда и как это все сделать эффективно и при этом с хорошей защитой приватности. Есть работа еще про, например, UTXO и то, что называется CoinSelection, вот Марк Эрхард, известный под ником Merch, этим занимается, например, размышлениями и исследованиями на тему того, во-первых, если у тебя есть кошелек и там куча UTXO, как из них оптимально собрать транзакцию, если ты майнер и у тебя куча транзакций, как из них оптимально собрать блок, какие там эффекты на приватность это все оказывает, как это сделать приватно, но при этом эффективно. И тоже это можно моделировать, это можно математически как-то исследовать. Вот такие вот вещи. Ну, это то, что мне первое пришло в голову, я точно кого-то забыл и не всех перечислил. Ну, в целом так. То есть люди занимаются довольно низкоуровневыми вещами, вещами близкими к протоколу, к непосредственно peer-to-peer сети, криптографии и похожими вещами. Хотя, с другой стороны, еще другой аспект, который мы, наверное, минимально осветим, но я тоже его упомяну, это образование. И Чинкод занимается в том числе просвещением. И там разные есть образовательные инициативы, нацеленные на то, чтобы разработчиков и исследователей тоже втянуть в эту орбиту и заинтересовать их в биткоине. Организовывались там летние школы, какие-то онлайн школы, где менторы, соответственно, обучали начинающих разработчиков. И начинающие разработчики под руководством менторов учились основам вначале, а потом делали пул-реквесты в реальной репозитории. И как-то вот это все, какие-то из них, видимо, даже мерзлись, я надеюсь. Так что вот в целом как-то так. Всего понемножку с фокусом на довольно низкоуровневые и исследовательские вещи и написание реального кода. Окей, звучит круто. Давай тогда перейдем непосредственно к уже нашей теме. И первое из направлений ресерча в биткоине, которое у нас выделено, это криптография. Да, давай сейчас пойдем по документу. Собственно, да, тоже, возможно, имеет смысл сказать, что этот документ, это был мой тоже проект на последние несколько месяцев моей работы, или там пару месяцев, наверное, после того, как мы дописали статью про джеминг в оставшееся время моего контракта, я составлял этот документ, объединяя ссылки, которые у меня где-то были раскиданы по моим заметкам, какие-то ссылки из PHD, которые я в Люксембурге писал. В общем, идея состоит в том, всего этого документа, который мы сейчас в таком вольном режиме прокомментируем и перескажем, в том, что мы представляем себе нашей целевой аудиторией некоторого исследователя в компьютер-сайенс, который ищет себе проект для следующей статьи или для гранта, или, может быть, он хочет пойти в какую-нибудь организацию, работать типа чейн-кода, и думает, над чем бы ему поработать. Допустим, если он криптограф, он знает криптографию, но не понимает, как ее применить в биткоине. Или он знает peer-to-peer сети, но он не понимает специфики, над какими проблемами работают именно в биткоин-среде. И этот документ призван, собственно, дать бэкграунд, описать, над какими проблемами работают сейчас, и дать ссылки на предыдущие исследования, статьи, какие-то материалы, которые помогут тянуться и заинтересоваться чем-то, что может быть полезно для биткоина. И здесь мы пытаемся показать, что биткоин — это не просто одно из приложений, ну, как бы, это одно из приложений, конечно, криптографии и прочих других областей, но есть много ограничений и много неких предпосылок, из которых строится дизайн биткоина, которые в некотором смысле уникальны и которые нужно понимать, если ты собираешься в этой области участвовать. Где-то в документе у нас есть прямо в начале ссылка на дизайн-философию. Это тоже другой документ, который при поддержке чейн-кода был написан сторонним автором, известным автором книг про биткоин, про то, собственно, почему биткоин разрабатывается так, как он разрабатывается, и почему мы ценим децентрализацию и приватность и прочие вещи, которых мы хотим добиться. И, наверное, такие пара мета-замечаний, которые хочется сделать, прежде чем мы перейдем к деталям, что было бы, наверное, полезно понимать, помимо того, что биткоин обладает некоторыми уникальными дизайн-констрейнс, скажем так, при этом он состоит из нескольких уровней стека, и можно, во-первых, рассматривать отдельно биткоин-кор, и вторые уровни типа лайтнинга, что мы их будем рассматривать отдельно, потому что это немножко разные вещи. И понятно, что первый уровень, сам биткоин-кор, он более консервативен, и там какие-то изменения нетривиальные имплементировать может занимать много лет, тогда как в лайтнинге это тоже может занимать много лет, но, видимо, не так много, как в биткоине, и как будто бы готовность к изменениям немного выше в лайтнинге, потому что ставки, конечно, высоки, но не так высоки, и как будто бы философия протокола состоит в том, что что бы ни случилось в канале между Алисой и Бобом, это в целом их только проблемы, да, если у них что-то куда-то потеряется, эта проблема, по идее, хорошо бы, должна быть локализована между ними, и не так просто сделать атаку, хотя вот джеминг — это пример, атаку, которая бы парализовала всю сеть одновременно из-за какого-то одного бага. То есть такое, наверное, возможно, но это как будто бы сам дизайн протокола против такого сценария работает. Вот, а даже если рассматривать сам биткоин-кор, там тоже есть очень много уровней, и опять-таки, если думать о том, на чем работает именно в чейн-коде, люди специализируются уже внутри биткоин-кор на каком-то конкретном аспекте кодовой базы, то есть кто-то занимается, например, кошельком, то есть той частью кода, которая менеджит ключи, делает генерацию ключей, адресов, куда сдачу класть, как из сдачи собирать, соответственно, новые транзакции и так далее. Это вот один аспект большой. P2P, например, это другой аспект, тоже большой, и ортогональный первому. То есть можно по-разному поменять кошелек, P2P останется более-менее тем же самым, куда сообщения приходят. И тоже понятно, что в разных частях кодовой базы тоже разная готовность к изменениям. Самый, конечно, хардкор – это то, что непосредственно влияет на консенсус, правила валидности, валидации блоков, транзакций и так далее. Ну, блоков, главным образом. То есть если там накосячить, то у нас есть риск разделения сети, хардфорка, и это очень плохой сценарий, поэтому код там проходит суперстрогий ревью и может много лет там где-то висеть. Тогда как P2P, ну, как бы где-то посерединке, наверное, находится, там могут какие-то атаки быть интересные, но не такие катастрофичные, казалось бы, хотя можно по-разному это понимать. Ну, какие-то более, не знаю, косметические изменения, юзер-интерфейс, эти какие-то новые команды в API и так далее. Это еще как будто бы проще, но все равно с высокими стандартами качества. И, конечно, непросто разделить все эти области исследований на категории. Я тоже столкнулся с этой проблемой или с этим челленджем, когда я писал документ, потому что как будто бы можно по-разному разделять все области исследований на категории, и они, ну, ортогональны, если ты понимаешь, о чем я. То есть можно сказать, что у нас есть задачи из криптографии, из P2P и там из чего-нибудь еще. Но при этом криптография применяется на разных слоях стэка. Или, например, когда мы говорим про приватность, мы хотим, чтобы она была обеспечена на всех слоях стэка, при этом на каждом слое и в каждом аспекте она обеспечивается своими средствами. То есть где-то приватность обеспечивается средствами криптографии, где-то приватность обеспечивается средствами, я не знаю, каких-то задержек в P2P-сообщениях, что-нибудь такое. То есть та категоризация, к которой я в итоге пришел, она не суперстрогая, в том смысле, что иногда приходится смешивать теплое с мягким, но как-то показалось логично разделить именно так, как я это разделил. Возможно, потому что, если представить это такое многомерное пространство в исследовательском пространстве, то там есть какие-то кластеры, которые... Ну, так случилось, что вот есть кластер статей про приватность P2P, которые более-менее друг с другом связаны теснее, чем с другими аспектами ресерча. А есть какой-то кластер статей или материалов про криптографию. И вот как-то так, надеюсь, у меня получилось это кластеризовать. Более или менее логичным образом. Да, но мне кажется, задача классификации, она всегда сложная. Как раз по той причине, которую ты обозначил. Непонятно, где провести границы, когда одно залезает в другое. Поэтому, в любом случае, она имеет некоторый условный характер, просто чтобы нам было проще эту информацию воспринимать. Так, и мы, кажется, говорили о криптографии как первом блоке в нашем списке. Да, давай вернемся к криптографии. Если пойти, собственно, по документу, а мы по нему сейчас идем, то первая его глава – это области исследования в биткоине на первом слое, исключая пока Lightning Network, про который мы поговорим чуть позже. Несколько топиков, которые упоминаются, и опять-таки желающие могут покликать по ссылкам и посмотреть. Это криптография. То есть биткоин – это криптовалюта. Капитан Очевидность сообщает. И, конечно, не используется криптография. В частности, то, над чем люди работали в течение последних нескольких лет – это вещи, связанные, например, с подписями Шнора. Я уверен, что мы про это рассказывали тоже в наших подкастах раньше. Не уверен по поводу номеров, но посмотрите, где мы рассказывали про биткоин, биткоин-ресерч и так далее. В чем тут главная идея? Что в биткоине, очевидно, есть цифровые подписи, которые заверяют право пользователя потратить монеты. Пользователь составляет транзакцию, подписывает ее, отправляет в сеть. Если она валидна, все проходит, деньги ушли. И с самого начала, с появления биткоина, там использовались подписи ECDSA – Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, которые, окей, работают, но у них есть некоторые недостатки, связанные в частности с тем, что, когда создавался биткоин, подписи Шнора были под патентом, собственно, самого изобретателя этих подписей Шнора, которые не давали их использовать, хотя, может быть, люди бы и хотели, но не могли. Поэтому на тот момент, когда биткоин создавался, не было библиотек, написанных нормально, со Шнором. Ну, в общем, в избежание всяких сложностей, Сатоши решил использовать ECDSA, и это, в принципе, нормально работает. Но в какой-то момент патент на подписи Шнора истек, и стало возможно их имплементировать в биткоине, что и было проделано. Это был многолетний тоже проект, который, ну, хотел сказать, завершился, но ничего на самом деле не завершилось. Завершился его такой первый важный этап в 2021 году, когда в биткоин-кор была влита поддержка, была добавлена поддержка подписи Шнора. То есть теперь узлы биткоин-кора могут подписывать транзакции, верифицировать транзакции, и все замечательно. Но это на самом деле только первый шаг в каком-то смысле, потому что помимо того, что биткоин-кор это должен поддерживать, это еще и должны поддерживать кошельки. То есть кошелек тоже должен уметь это подписывать, уметь понимать, что вот эти транзакции с новым типом подписей пришли. Это не совсем, конечно, задача биткоин-ресерчеров, это скорее задача разработчиков кошельков, бирж и так далее. Но этот процесс идет, тоже, возможно, не так быстро, как нам бы хотелось, но поддержка Шнора уже достаточно широкая. Но кроме того, вот, собственно, тема для исследований, к которой я хочу прийти, это мультиподписи. Тоже, наверное, для многих не секрет, что можно составлять такие хитрые транзакции, где, чтобы потратить деньги, нужно не одна подпись, а несколько. С несколькими ключами, причем здесь тоже терминология, строго говоря, в криптографии такая, что multi-signatures под мультиподписями имеются в виду только те подписи, где нужно N из N ключей. То есть три ключа, три подписи, или там пять из пяти, четыре из четырех и так далее. А более практичные сетапы, где нужно M из N, где M меньше, то есть три из пяти, два из трех и так далее, называются threshold signatures или пороговые подписи. Можно их, в принципе, мне кажется, очень многие называют мультисигом или мультиподписями просто все, и M of N, и N of N просто для красоты. Но так или иначе, адаптировать эти схемы к шнору – это нетривиальная задача, над которой ресерчеры трудились последние несколько лет и, насколько я понимаю, добились довольно большого прогресса. Там фишка в том заключается, что для того, чтобы составить транзакцию, и несколько участников, чтобы ее подписали, им нужно друг другу передавать транзакцию. То есть, там какой-то интерактивный протокол задействован, где участники должны быть онлайн и транзакцию друг другу пересылать. И, в общем, это довольно сложный процесс. И есть работы, опять-таки, смотрите ссылочки, которые делают его проще, более безопасным и с доказательством криптографическим того, что это действительно работает так, как должно. То есть, пока, насколько я понимаю, мультиподписи в шноре – это некоторый вид на будущее. Пока это нам недоступно, насколько я понимаю. Мультиподписи доступны, конечно, в старом добром ECDSA конструкции, но это, например, одна из тем, на которую можно обратить внимание, если вы играете по криптографии. Потому что там прям протоколы, теоремы, формализмы и прочие такие вещи. Ключевые слова здесь musig и frost, а также roast. Ну, ссылочки в описании, в документе. Да, слушай, к мультиподписям или threshold signatures такой вопрос. В контексте все еще ECDSA. Правильно ли я понимаю, что вруклоу выглядит так, что есть некоторый адрес, который контролируется несколькими подписями, и, соответственно, UTXOs этого адреса могут быть потрачены только при подписании транзакции несколькими подписями. И, соответственно, если да, то какой, например, кошелек позволяет юзеру это сделать? Ну, в контексте биткоина у нас был тоже аж целый выпуск со Степаном Снегиревым уже, мне кажется, года два назад про мультисиги. Значит, у нас был выпуск 151 про мультисиги на эфириум, которые совершенно по-другому устроены. И у нас был выпуск 141 на безопасном хранении биткоина про мультисиги на биткоине. И я адресую слушателей туда. Но, насколько я помню, тоже, может быть, моя информация устарела, есть кошелек Spectre, который как раз наш гость Степан Снегиров разрабатывает, который помогает координировать создание мультисига и устроен как некая настройка над биткоин-кор. То есть у тебя работает биткоин-кор, ты поверх него запускаешь Spectre, и он тебе помогает в графическом интерфейсе сказать, что вот у меня... Да, и хардвардный кошелек еще можно подключить. Один хардвардный кошелек с одними ключами, другой с другими ключами. И он тебе показывает, что вот у тебя два из трех, вот у тебя там Trezor это один, Ledger это второй, а еще там что-нибудь это третий ключ. Еще был кошелек, который называется, по-моему, Sparrow. Еще кошелек, который называется Nunchuck. Но я думаю, что это нужно посмотреть по ссылочкам в описании к тому выпуску. И, возможно, кто-то из них уже ушел с рынка, а, возможно, появились какие-то альтернативы, о которых я не знаю. Но в целом кошелек есть, мой опыт общения, ну, опять-таки, двухлетний, где-то давность, я их там в свете этого выпуска щупал и тыкал в кнопочки. В целом они ок, работают, но все равно это такой процесс, который нужно прям внимательно сесть и изучить. Возможно, там какие-то есть прорывы в области UX с тех пор, было бы неплохо. Но в целом и так это работает довольно хорошо. Слушай, а какие вообще юскейсы могут быть у этого Threshold Signatures, помимо, собственно, безопасного хранения? Потому что я помню такой юскейс, что, мол, вот есть несколько человек, которые контролируют там средства одного человека, ну, например, мама, папа и ребенок. И там у нас две из трех подписей, если ребенок хочет потратить деньги со своего счета, ему нужно там согласие мамы или папы. Но звучит как немножко искусственный юскейс, и мне кажется, что люди реально это так применяют. Какие твои впечатления на этот счет? Что применяют только для безопасного хранения? Ну, честно говоря, у меня нет объективных данных, то есть я не провел исследование на тему того, кто реально и для чего использует. И, по-хорошему, инструменты должны таким образом быть сделаны, чтобы никто и не мог узнать, для чего кто использует, потому что приватность. По крайней мере, вспоминая разговор наш со Степаном тогда, у меня сложилось впечатление, что, по крайней мере, мажорный юскейс, если не главное, действительно распределить свои ключи по разным местам или по разным хардверным кошелькам, каким-то образом сделать безопасное хранение своих монет. Я еще могу как бы из головы придумать, может, немножко это притянуто за уши, но какой-то сетап про деньги на счету компании, например. Если у тебя стартап, ты собрал инвестиции, и они у тебя лежат в крипте, for some reason, ты можешь распределить ключи между, не знаю, CEO, финансовым каким-нибудь директором и каким-нибудь внешним бухгалтером, что-нибудь такое, и они будут два из трех подписывать, что-то в этом духе. Можно представить такую схему. Да, да, makes sense. Следующий пункт в нашей программе – это аспекты, связанные с P2P-нетворк. Да, про P2P-нетворк, тут получается такой плавный переход, замечательный, потому что второй пункт из криптографии, он про криптографию и одновременно про P2P, так что я так в него плавно перетеку. Вот то, что еще в документе я определил в категории криптографии, это шифрование на уровне P2P, и идея здесь в том, что сейчас соединения в биткоине не зашифрованы, весь трафик виден, и в принципе это не страшно, с одной стороны, потому что там нет никакой секретной информации, то есть транзакции, блоки, как бы окей, нельзя украсть деньги из-за того, что кто-то вашу транзакцию прослушает. Но с другой стороны, кто-то может прослушать ваш трафик и понять, во-первых, что вы вообще пользуетесь биткоином, во-вторых, проанализировать, откуда приходят транзакции, с каких айпишников, и понять ваш айпишник, ассоциировать его с конкретными адресами. Можно подменять какие-то второстепенные вещи внутри трафика, то есть нельзя подпись подделать, понятно, но какие-то вот флаги, версии, что там же вначале происходит хендшейк, и друг другу сообщают, что вот я на версии такой-то, а ты на какой-то, я на такой-то, вот давай будем общаться на такой версии протокола. Тоже злоумышленник посередине может как-то с этим процессом взаимодействовать, как-то его нарушать, возможно, это может косвенно привести к каким-то атакам. И что бы такого не было, существует проект под названием, это Bitcoin Improvement Proposal номер 324, который реализует шифрование между узлами биткоина. И если это будет реализовано, тогда трафик между биткоин-узлами будет не отличим от просто рандомного шума, и даже, насколько я понимаю, можно будет маскировать трафик биткоина под трафик какого-то другого протокола, так что даже по форме трафика будет сложно понять, что ты именно биткоином пользуешься, а не говоришь по зуму или что-то такое. Но это тоже упомяну как аспект криптографии, который сейчас в активной разработке, куда криптографы могут направить свои усилия. Ну и, наверное, перетекая к вообще разговору про peer-to-peer и про то, как узлы общаются друг с другом, здесь, мне кажется, тоже биткоин находится в несколько уникальной позиции. Ну, я опять-таки могу немножко здесь, может быть, мой взгляд слишком скептичен, но как будто бы, например, в эфире в экосистеме, ну, все типа более-менее забили на peer-to-peer, все просто коннексятся к инфурии или какому-то провайдеру узла, дергают API и получают данные из блокчейна. Вот эта фишка про то, что ты у себя на компьютере или там где-то заводишь ноду, синхронизируешься, подтягиваешь все блоки, валидируешь, и потом, значит, продолжаешь как полноправный участник протокола взаимодействовать, как будто бы многие люди на это забивают. В биткоине тоже многие люди на это забивают, но многие не забивают. И философия разработки peer-to-peer, слоя, как раз заключается в том, чтобы дать возможность людям даже со слабым хардвером, даже со слабым сетевым соединением все равно участвовать на равных в, ну, если не в майнинге, майнинг это как бы отдельная тема, но хотя бы в обмене транзакциями и быть up-to-date с тем, что происходит в сети. И здесь очень интересные возникают челленджи, про это недавно вышла статья, ссылка на которую тоже есть в документе, Survey on Cryptocurrency Networking, где исследователи как раз сделали такой summary, да, обзор вообще, какие вопросы возникают в дизайне такого рода систем и где здесь можно еще внести улучшения, тоже ресерчерам рекомендуется это почитать. Но если обобщать, то мы хотим, чтобы наша сеть была эффективной, чтобы там информация распространялась быстро, эффективно, причем тоже разные типы информации могут требовать разных, ну, разных свойств их распространения. Например, блоки мы хотим как можно быстрее распространять, потому что если блоки будут задерживаться, это будет вызывать временные форки и мощность майнеров каких-то будет тратиться впустую. Если, там, ты, например, блок уже произвел, я майню на прошлом блоке, просто до меня твой блок еще не дошел, и я вот тебе несколько секунд, пока он идет, я, получается, впустую трачу хэши. Вот, сейчас этот процесс доведен уже до очень высокой степени эффективности, и, ну, это уже реализовано, ну, просто чтобы люди понимали. Раньше, как было изначально, что транзакции распространяются отдельно, а блоки отдельно. То есть, вначале я как узел получаю, ну, более-менее все транзакции, которые в мемпуле висят, потом приходит блок, и я как часть этого блока еще раз скачиваю все эти транзакции, которые по большому счету все те же самые. Сейчас этот механизм гораздо более эффективен, и сейчас, ну, там есть какая-то хитрая математическая структура, которая описывает, какие именно транзакции входят в блок, поэтому большую часть транзакций мне заново получать не надо, потому что, скорее всего, в блоке, ну, плюс-минус те же самые транзакции, которые и так у меня были уже в мемпуле. Вот. Для транзакций быстрое распространение может быть не таким критичным аспектом. Нам важно, чтобы транзакции доходили до майнеров быстро, а чтобы они доходили прямо до всех узлов, ну, это, наверное, некоторая второстепенная цель, хотя, ну, опять-таки, разница между узлами и майнерами, не уверен, что она должна быть в идеальном мире. Но есть еще IP-адреса, то есть узлы друг к другу рассказывают про известные им узлы в сети, к кому можно подключиться, какие IP-шники там были замечены и так далее. У каждого узла внутри есть база данных приватная, которая хранит информацию о том, к каким узлам он раньше подключался, там, давно ли, какие надежные, судя по предыдущему общению, какие в офлайн и так далее. То есть эта информация тоже расходится по сети, но тут нет особой срочности, и даже наоборот, специально вводятся задержки, и цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, если я узел в сети, чтобы мой адрес в целом знали, и знали, как ко мне подключиться, но при этом, чтобы было неочевидно, что тот адрес, который я вот сейчас тебе отправляю, это реально мой адрес, а не просто адрес там какого-то. Хотя нет, ты знаешь, что это мой адрес. Сейчас какой-то бред сказал, но в любом случае здесь вопросы приватности, наверное, выходят на первый план и становятся в каких-то, по крайней мере, аспектах более важными, чем эффективность в таком, в самом прямом смысле. Более того, нас еще интересует безопасность в том смысле, что злоумышленник может пытаться, например, провести эклипс-атаку и окружить узел жертвы своими узлами таким образом, что жертва не будет знать, что на самом деле происходит в сети, а будет знать только то, что злоумышленник ей решит передать. Это, конечно, очень нехорошо. Но, опять-таки, это не позволяет злоумышленнику подделывать подписи, красть деньги вот так напрямую или что-то в этом духе, но позволяет цензурировать транзакции, позволяет делать какие-то хитрые вещи с лайтнингом, потому что в лайтнинге этот временной аспект становится более важным, потому что, чтобы оспорить неправомерное закрытие канала, нужно транзакцию оспаривающую отправить в каком-то временном промежутке. А если злоумышленник контролирует то, как ты видишь в блокчейн, ты можешь даже не знать, что тебе уже пора оспаривать что-то, потому что ты не знаешь, что тебя атаковали, что-то в этом духе. И есть целый кластер, опять-таки, статей про эклипс-атаки разного рода, и были изменения внесены в peer-to-peer протокол биткоина, которые эти атаки адресовали. Например, там интересная была тема про то, что биткоин старается сделать так, чтобы вот множество узлов, с которыми я непосредственно говорю, которые являются моими входами в сеть, чтобы они были диверсифицированы. То есть они чтобы не были из одного региона или из одного кластера IP-адресов, то есть чтобы была как можно меньшая вероятность того, что они все под контролем одной организации или маленького количества организаций. И в какой-то момент стала понятна такая проблема, что, насколько я опять-таки помню, раньше там была диверсификация просто по блокам IP-адресов, то есть там IP-адреса начинаются с таких-то цифр, и это как бы считается что-то общее. Но другой способ на это посмотреть, это через так называемые автономные системы, тоже под сети интернета. Насколько я опять-таки понимаю, тут немножко мои знания плавают, что, условно говоря, у того же Амазона есть огромное количество блоков IP-адресов в совершенно разных регионах, да и в совершенно разных подсетях. Но это все равно один и тот же Амазон. Если у нас будет большая вероятность, что я соединяюсь с вашими случайными узлами, а это все из них на самом деле Амазон, то получается, что я под контролем Амазона, мое соединение под контролем Амазона. Мы этого хотели бы избежать, и были имплементированы дополнения в P2P протокол, которые диверсифицируют эти соединения и делают так, чтобы никакая одна организация, никакая одна автономная система не контролировала подключение пользователей. Это вот как пример задачи, которая была имплементирована. Вот похожие задачи в P2P остаются, и на самом деле не очень-то понятно пока, то есть тоже может быть задачей для ресерчера, как вообще формализовать вот эти все свойства, что мы хотим от P2P протокола, как-то это записать в математических терминах, что-нибудь там, доказать теорему, и понять, в какую сторону нам так более широко копать. Ну, наверное, и последнее, что имеет смысл сказать про P2P, это протокол общения с майнерами, тоже аспект, который мы пока только вскользь затронули, что есть еще майнеры, есть еще пулы, и пулы посылают задания майнерам, майнеры непосредственно в дата-центрах на Земле что-то майнят, отсылают обратным пулам, и как бы нам сделать так, чтобы пулы имели поменьше власти над тем, какие именно транзакции входят в блоки, потому что есть такая претензия к биткоину, возможно, ее иногда преувеличивают, но в целом это не совсем хорошая вещь, что там какое-то небольшое количество пулов контролирует больше 50% хешрейта, то есть скептик здесь скажет, ого, они могут даблспен сделать и 51% атаку провести. Скорее всего, это не так просто, потому что это будет очень заметно, и от пулов очень легко отсоединиться и подключиться к другому пулу, и, скорее всего, майнеры, которые заинтересованы в долгосрочном здоровье экосистемы, они это сделают. Но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы такой ситуации не возникало как бы in the first place. И способ этого достичь, который тоже сейчас в активной разработке, и, может, кто-то захочет присоединиться, это стратум версии второй, стратум виту, протокол общения между пулами и майнерами, который дает больше власти в руки непосредственно майнеров, а также зашифровывает соединения между ними, более компактно упаковывает данные в бинарный формат вместо JSON. И, если я правильно помню, мы про это рассказывали в одном из выпусков из биткоин-конференции в Майами 2022 года. Это выпуск 152. Так что слушатели, которые интересуются, могут переслушать этот выпуск и походить там тоже по ссылочкам. Так что вот такой примерно у нас обзор касательно peer-to-peer сети. Да, слушай, Серж, ты упомянул, что мы также надеемся на то, что майнеры, которые заметят нечестное поведение пулов, отсоединятся от этих пулов и присоединятся к другим пулам, если они заинтересованы в долгосрочном здоровье сети. И здесь у меня вот какой вопрос. Есть ли какие-то данные о том, как реально пулы отслеживают, вернее, майнеры отслеживают добросовестность пулов? То есть на практике они озабочены этим вопросом или на практике они озабочены вопросом, как бы с минимальной головной болью подключиться куда-нибудь и майнить? Слушай, это отличный вопрос. И тоже я не проводил исследования на эту тему. Что мне приходит в голову, во-первых, что у нас был присоединен в 2014 году, когда был G-Hash.io, кажется, так назывался этот пул, который в течение, ну, на протяжении короткого промежутка времени набрал больше 50% хешрейта. И тогда об этом много писали, и писали какие-то обращения, значит, петиции к майнерам, или сами майнеры что-то писали на эту тему, ну, что нужно от него отключиться, подключиться к другим просто ради того, чтобы не создавать прецедент такого контроля хотя бы временного над сетью. И действительно, этот пул продержался очень долго, выше 50%, его доля быстро упала, потому что, ну, от него отключились. Это было, конечно, давно, но это был, ну, какой-то прецедент. Потом, если мы говорим про честное или нечестное поведение пулов, тут, конечно, нужно, ну, определиться с терминами. С одной стороны, честность можно воспринимать, как платят ли пулы награду майнерам по той схеме, как они обещали, и это, я думаю, все отслеживают, и это очень просто проверить тебе там. Если не доплачивают, то это сразу заметно. Если мы говорим про честность в более широком контексте всей сети, ну, это более тонкий вопрос. По крайней мере, даблспенд атаки, если какие-то пулы скоординируются и пытаются делать даблспенд, я уверен, что это тоже довольно просто заметить, потому что, ну, есть тулы для мониторинга, которые это все мониторят. Если вдруг в какой-то блок войдет транзакция, а потом конкурирующая транзакция, которая ее даблспендит, будет войдет в другой блок, то я с довольно большой долей уверенности могу сказать, что, скорее всего, это мониторят, и это будет заметно. Дальше уже вопрос, конечно, что с этим делать, и можно представить сценарий, где майнеры так пожимают ключами и говорят, ну, типа, и пофиг, ладно, пусть будет так. Но я вам предположу, что, скорее, они так не сделают, или, по крайней мере, достаточно большая доля к этому отнесется серьезно, чтобы не дать монополизировать этот аспект сети. Хотя, конечно, ну, не знаю, гарантий никаких дать не могу. Слушай, ну вот последняя фраза, которую ты произнес, звучит как общие слова и звучит как некоторая идея, на которую все могут опираться, но при этом никто не будет имплементировать. И в итоге получается некоторый воздушный замок. Поэтому, конечно, вопрос, насколько реально люди занимаются теми вещами, которых мы от них ждем, как будто бы. Этот вопрос, мне кажется, важен, причем, ну, не только в контексте биткоина, но и также в контексте эфира и всего остального. То есть нет ли такого, что реально вот эти вот системы, на которые мы рассчитываем, менее, существенно, менее прочные, чем нам кажется? Да, я в эту тему вспомнил про существование сайта mempool.observer. Мне казалось, что он отслеживает, среди прочего, и даблспенды в mempool. Но я вот так сходу сейчас не могу найти, где именно. Скорее всего, он это делает. Но мы ссылочку тоже оставим в описании. Но это как пример ресурса, который предоставляет, понятно, в визуальном виде информацию о том, что происходит в mempool, но помимо того, какие там комиссии, еще и доля транзакций с разными свойствами, с разными фичами, segwit, rbf и так далее. То есть, наверное, я это вспомнил в связи с тем, что отслеживание того, что происходит в mempool в большом количестве аспектов, это просто требует от тебя зайти на определенный сайт и посмотреть, что там. Тебе не нужно, как бы код уже написали люди. В том числе, это все вот эта тусовка биткоин-ресерчеров и разработчиков в чинкоде, вокруг чинкода и в других организациях. В целом, ты просто заходишь на сайт и смотришь, что где происходит, и есть ли даблспенды. Учитывая, что это не требует таких уж огромных усилий, и что это имеет довольно большое влияние в целом на сеть, пусть даже если не с практической стороны, то это наверняка будет громкий заголовок, что смотрите, в биткоине у нас даблспенды, а вы же обещали, что их не будет, и биткоин умер. Хотя бы потому, что это там уронит курс. Возможно, возможно и нет. Это, я думаю, вещь, за которой люди следят и интересуются. Но опять-таки, не могу это гарантировать, и точной информации у меня нет, что именно делают внутри себя майнеры или пулы. Да, возможно, у кого-то из наших слушателей есть более подробная информация на этот счет, и мы сможем это обсудить потом в чате. Окей, тогда давай двигаться к следующему пункту, и следующий пункт у нас — privacy. Подожди, или privacy мы до конца уже покрыли? Я думаю, что тут у нас опять-таки случился плавный переход, мы сейчас плавно перейдем в privacy, и тут как раз тот случай, когда мы путаем теплое с мягким и смешиваем, потому что privacy и приватность, если совсем по-русски говорить, это такой аспект, который должен быть имплементирован на всех уровнях стека, и у нас должна быть приватность и в peer-to-peer слое, и в кошельке, и в криптографии, и так далее, и так далее. В целом, как мне представляется, приватность биткоина, ее можно разделить на два больших аспекта. Это анализ сетевого трафика, вещи, связанные с peer-to-peer, анализ с IP-адресами, с ассоциацией адресов биткоина, с IP-адресами узлов, которые их распространяют, такого рода вещи. И ончейн-анализ, анализ, собственно, графа транзакций. Кто кому платит, куда уходит сдача, и так далее, и так далее. То есть, если говорить про первый, про первый аспект, в частности, я занимался похожими вещами, когда я делал PhD в Люксембурге. Одна из моих статей посвящена вот такого рода анализу, где мы ассоциировали кластеры транзакций с IP-адресами, откуда они вероятны, или там с большей, чем случайная вероятность, на самом деле, происходят. Но, конечно, я был не первый и не единственный, кто такого рода вещи исследовал, начиная с Бирюкова, моего научного руководителя в Люксембурге, и его студента Пустогарова в году 2013 или 2014, которые исследовали вопросы биткоина в сочетании с Тором, и так далее, и так далее. То есть, есть целый список статей, ссылки на которые я привожу в документе, многие из которых построены примерно по следующему сценарию. Вот есть Bitcoin Core, у него есть peer-to-peer слой, но там вот так вот хитро менеджатся какие-нибудь IP-адреса, они записываются в табличку вот таким вот образом, но если вот так вот подстроить какой-то адрес, вытолкнет какой-то другой адрес, и мы можем это поведение померить и таким образом предсказать или показать, что на самом деле вот этот узел соединен вот с тем, или вот та транзакция ушла на самом деле отсюда, то есть какую-то информацию добыть, которая, строго говоря, не должна, ну не должна быть открытой. Также ссылка у нас в документе есть на страницу из института, технологического института Карлсруэ, там есть исследовательская группа, которая уже довольно долго, несколько лет мониторит Bitcoin-сеть. У них есть сервера, они подключены к сети, и они наблюдают и подсчитывают разного рода статистику, какая доля узлов заходит через Tor, IPv4, IPv6, сколько длится среднее соединение, как узлы отваливаются, с какой скоростью, какие версии протокола они используют и так далее, и так далее. Очень много интересных графиков, и опять-таки, если вы, да, как быстро распространяются блоки, как быстро распространяются транзакции, и это, конечно, очень ценный материал, я думаю, для всех, кто интересуется P2P в сочетании, да, или в пересечении с анализом данных, эти все данные можно наверняка скачать или попросить, написать им e-mail для research purposes, и они наверняка данные предоставят, что-нибудь там посмотреть, какие-нибудь корреляции посчитать, это тоже вещь, которой можно заниматься, ну, и, соответственно, лучше понимая, как именно у нас устроена сеть сейчас, мы можем видеть направление, как ее можно улучшать. Ну, исходное, но отдельное при этом направление, которое я раньше уже упоминал, это анализ, собственно, графа транзакций, то, чем занимается, чьи анализ есть и прочая такого рода компания, хотя, я думаю, они и peer-to-peer тоже слушают, но, по крайней мере, изначально их бизнес-модель или их главная вишка в том, что они смотрят, кто кому платит, ассоциируют адреса, про которые известно, там, они прошли KVC или что-нибудь такое, что известно, что этот адрес принадлежит вот этому человеку, тот адрес принадлежит той компании, и дальше методами каких-то методов исключений, каких-то математических моделей мы можем довольно точно построить, деанонимизировать людей из псевдонимов, из какого-то псевдонимного графа транзакций и выудить информацию про реальных людей. Конечно, с точки зрения протокола это все не очень хорошо, потому что изначально задумка была в том, чтобы все было максимально анонимно с целью того, чтобы сложно было цензурировать транзакции, сложно было дискриминировать людей по их поведению финансовому и вообще обеспечить то, что называется по-английски fungibility, то есть взаимозаменяемость всех единиц валюты между собой. Потому что если довести до экстрима ситуацию, которую мы видим сейчас в каком-то приближении, что если у нас монеты обладают разной ценностью в зависимости от того, там, черные они, белые или серые, прошли они KVC или нет, связаны ли они с какими-то сомнительными, может быть, организациями или нет, это может запустить цепную реакцию, где биткоин перестает быть хорошей валютой, потому что перед сделкой каждый будет проверять монеты, там, достаточно ли они хороши, хочу ли я их принимать или нет. Чтобы такой ситуации избежать, с точки зрения протокола ведется работа над тем, чтобы сделать вещи более приватными, хотя здесь, конечно, задачи очень сложные, мне кажется, потому что очень много информации утекает из разных мест, очень много информации собирается и более того, как мне кажется, ну тоже я наверняка не одинок в этом мнении, что чтобы инструмент приватности реально обеспечивал приватность, у него должен быть большой круг пользователей, многие должны его использовать, а чтобы многие его использовали, он должен быть просто в использовании и в идеале вообще по дефолту просто работать, быть встроенным в какие-то кошельки, просто работать в фоне так, чтобы люди даже не задумывались. А это реализовать не очень просто в архитектуре биткоина, потому что у нас есть UTXO, у UTXO есть какая-то конкретная история, и те же самые подходы через миксеры тоже тема, которой сто лет в обед, как нам перемешать монеты разных пользователей, чтобы их история смешалась и потерялась, это требует некоторых усилий со стороны пользователей, то есть нужно реально транзакцию подписать, куда-то монеты отправить, дальше возникает вопрос, насколько мы доверяем миксеру, если это кастодиальный миксер, то он может сбежать с деньгами, если это не кастодиальный миксер, а такие бывают, насколько я знаю, то это все более сложно с точки зрения криптографии, ну и чем сложнее у нас протокол, тем больше нужно усилий и тем меньше будет круг его пользователей. Поэтому проблема очень нетривиальная, но может быть этим-то она и ценна с точки зрения исследований, потому что еще очень много чего можно сделать и протокольные работы, криптографической какой-то работы, но также и работы в направлении того, как это все сделать юзабельным, более простым в использовании и в идеале встроить по дефолту в поведение кошельков с минимальными жертвами в терминах производительности, комиссии и так далее. То есть как найти этот трейд-офф. Ну и да, в контексте подписей шнора, о которых мы раньше рассказывали, а также топрута, новой структуры транзакции, которая со штором связана и была в том же софтворке имплементирована в биткоине. Вот эти штуки тоже можно использовать, у них есть большой потенциал для того, чтобы обеспечивать большую приватность транзакции, но потенциал потенциалом, а кто-то должен взять и написать. Да, как с мультиподписями, кто-то должен взять и написать протокол, как подписывать транзакции. Так что вот так. Такие вот есть темы, и там еще много работы, так что приглашаю желающих присоединиться к этому направлению. Так, и мы подходим к следующему пункту, который, честно говоря, меня больше всего интригует. Это game theory, теория игр. Да, это тоже такой аспект, который не сконцентрирован в каком-то одном уровне стека, а мы вообще по-хорошему всегда должны об этом помнить, что сети и протоколы, которые мы разрабатываем здесь, это децентрализованные протоколы, что означает, что никакой центральный координатор не скоординирует действия игроков. Да, они действуют, как мы предполагаем, по крайней мере, в первоначальной модели, что они рациональные агенты и действуют в своих лучших интересах, как они их понимают. Это немножко такой пункт, который немножко хенд-вэйви, но нельзя было его не включить, потому что это очень важный аспект дизайна. И, например, люди думают в этом контексте про следующие вещи. Во-первых, большая часть теоретика игровых вопросов связана с майнингом и майнерами. Здесь нельзя не вспомнить знаменитую статью про selfish mining, которая показала, что пулы могут хитрым образом друг за другом шпионить и получать в результате этой атаки чуть больше в среднем дохода со своего майнинга, чем им причитается по описанию протокола. Хотя, честно говоря, я не уверен, что эта атака, во-первых, была имплементирована в реальности, а во-вторых, если даже была, оказала какое-то серьезное влияние на практическую жизнь, да, на развитие реальной сети. Но, тем не менее, это интересный теоретический результат, который также породил целую серию статей в продолжении, которые следовали эту атаку с другими какими-то допущениями в других ситуациях и так далее. Но, в целом, конечно, когда мы думаем про майнинг, это вот то место, где теория игр проявляется наиболее ярко, что у нас вот есть игроки, у которых есть ресурс, а именно мощность, оборудование. Они хотят этот ресурс вложить и получить как можно больше выгоды, и дальше они принимают решение, как подключаться к каким пулам. Пулы, соответственно, предлагают какую-то схему награды, да, сколько они платят, в какой схеме они платят, тоже часть теории игр. Майнеры, конечно, если не рациональные агенты, будут пытаться как-то протоколы обхитрить и хитрым образом куда-нибудь какие-то сообщения отправлять, чтобы получить большую награду, чем им причитается. Майнинг пулы вообще, это, конечно, точка централизации, как мы раньше упоминали. И вообще в идеальном мире, ну, во-первых, нам хотелось бы, чтобы там 3, 4 или 5, сколько там пулов не контролировали бы больше половины критерейта, а совсем в идеальном мире, наверное, нам хотелось, чтобы вообще вся эта история с пулами и майнерами была децентрализована и была какая-то дополнительная peer-to-peer сеть или настройка на существующий, чтобы майнеры координировались и полностью децентрализованно выбирали себе блоки и так далее, и так далее. То есть в эту сторону тоже можно думать. Это, ну, на первых этапах развития сети это может быть и было так, но с появлением асиков это стало совершенно невозможно экономически. Может быть, тут только можно придумать какие-то, найти новые подходы к децентрализованным майнинговым пулам. А также схожая, но немножко другая проблема или вопрос, над которым бьются лучшие умы, но пока не очень бьются, потому что непонятно, что именно с этим делать, но про это можно размышлять, писать статьи, пытаться предсказывать будущее на тему того, как биткоин себя поведет в ситуации, когда награда за блок уменьшится очень сильно. То есть, как известно, у нас 27 миллионов монет, каждые примерно 4 года происходит халвинг, и вот казалось, только что был последний халвинг в 2020 году, так уже в 2024 намечается следующий, это уже, ну, там, через год с небольшим, довольно скоро. Награды за блок опять уменьшатся, а потом через 4 года она еще раз уменьшится и так далее. В какой-то момент получится так, что основную часть доходов майнеров будут составлять не награды за блок, а комиссии от транзакций. И интересный вопрос, будут ли они достаточно высоки и достаточно консистентны, чтобы обеспечивать майнерам постоянный доход, потому что расходы у них постоянные. Они постоянно платят за электричество, у них большие капитальные расходы, и некоторые люди считают, что это может поставить биткоин под угрозу, как сеть, потому что его именно теоретика игровая, теоретика игровые качества будут нарушены, потому что якобы в негативном сценарии люди недостаточно будут хотеть платить за транзакции, чтобы обеспечивать такой поток прибыли майнерам, чтобы майнеры инвестировали в оборудование и обеспечивали высокий хешрейт, который, в свою очередь, защищает это так. И в этом я вижу некоторое разумное зерно, которое заключается в том, что биткоин, по крайней мере, в последние несколько лет стал в большей степени как будто бы средством сбережения, чем средством платежа, как мы можем наблюдать. Мне кажется, многие с ним согласятся, что стейблкоины заняли нишу как средство платежа, причем стейблкоины на каких-то таких сетях, про которые в биткоин-тусовке могут только горько шутить и усмехаться, типа ха-ха-ха, у них там три валидатора, все решают. А на самом деле у них там огромные обороты, и люди реально, которым нужно, они пользуются каким-нибудь USDT на троне. Очень даже хорошо. И как будто бы биткоин занял нишу не эту, а занял нишу долгосрочного средства сбережения. Но как бы, guess what? Если у тебя лежат под подушкой биткоины на 20 лет вперед, ты ими не платишь, ты и комиссии не платишь за транзакции. То есть получается, ходлеры за безопасность, которую они получают, не платят. Они платят только в момент, когда они решат эти деньги потратить, вывезти или что-то с ними сделать. Ну и это может быть проблемой. И вопросов много здесь открытых. Вот это главный открытый вопрос. Как бы это проанализировать, спрогнозировать и что, собственно, с этим делать? Потому что, ну, изменить график выпуска биткоина, я думаю, мы не можем, потому что иначе это просто перестанет быть биткоином. И мем про 21 миллион монет настолько глубоко включен в общую мифологию всего этого движения, что поменять это как-то не представляется возможным. Ввести какую-то плату за хранение и что-то в духе того, что если монеты лежат больше н лет, мы там будем брать за них комиссию каким-то образом, это тоже довольно сложно себе представить. Ну и технически, и политически, как это можно продать и имплементировать, скорее всего, такого тоже не будет. То есть скептик и пессимист здесь скажет, что у нас там пояс несется под откос, и мы ничего не можем всем сделать, только наблюдать. Но оптимист, наверное, скажет, что рыночек порешает, и если биткоин ценен людям, то они будут готовы платить за транзакции. И даже те транзакции, которые не от ходлеров, а от тех, кто реально что-то делает в моменте, или от тех ходлеров, которые именно сейчас решили продать, или потратить свои биткоины, которые 10 лет лежали до этого, что они будут обеспечивать достаточный поток комиссии, чтобы все было хорошо. Но, видимо, хотелось бы надеяться, что эта проблема еще не проявится в полной мере в ближайший цикл халвинга и в следующий, может быть, но уже на горизонте, не знаю, 20 лет может проявиться. Так что как раз подходящий таймфрейм, чтобы начать про это думать. Да, слушай, в контексте теории игр вот еще какой вопрос меня интересует. В ходе своего ресерча натыкался ли ты на, как это сказать, модели, помещающие всю эту систему в более широкий контекст, то есть, где мы рассматриваем не только, грубо говоря, добросовестных игроков, которые хотят просто максимизировать свою прибыль, но и, грубо говоря, игроков, которые хотят, которые внешне по отношению к системе и хотят в целом нарушить ее роботоспособность, или какие-то еще сценарии, которые мне не приходят в голову. Слушай, но мне так вот сходу не приходит в голову какая-то конкретная ссылка и статья. Наверное, это можно поискать повнимательнее и там прокликать на ссылки, которые есть в документе. Может быть, у них в референсах есть ссылки на что-то похожее, на то, что ты описываешь. Ну, скажем так, анализировать систему в контексте вообще широкого мира и всяких разных экономических взаимодействий, в том числе внешних, по отношению к системе, это очень сложно. И даже анализировать сам по себе биткоин-протокол даже в более узком понимании, и то довольно непросто. Насколько я могу судить из того, что я видел, конечно, большая часть работы сфокусирована на то, что у нас есть некоторые игроки, майнеры, допустим, обозначим их такими-то буковочками с индексами. Вот у них есть такая-то функция прибыли. Она зависит от того-сего и этого, и дальше напишем теорему и уравнение решим. И это, ну, как бы не хочу сказать, что это какая-то бессмысленная работа, в этом есть ценность. И то, что мы понимаем даже в таком узком, относительно узком понимании системы, как она работает, и что-то можем из этого извлечь. Какие-то выводы, это полезно. Вот. Но, конечно, реальный мир гораздо шире, особенно, когда у нас вступают в игру, скажем так, политические акторы, да, или акторы, которые хотят просто нарушить работу системы. Наверное, никак кто-то про это думал. Сходу я ссылок так не накопаю. Но, может быть, опять-таки, если кто-то из слушателей вспомнит такого рода работу, то кидайте в чат, мы с удовольствием это обсудим. Да, было бы интересно, потому что, честно говоря, такие атаки как будто бы пугают больше, чем просто увеличение прибыли какого-то пула. Ну да, но если говорить в контексте именно наград за блок, уменьшение которых может привести к тому, что майнерам перестанет быть выгодно поддерживать свое оборудование и, соответственно, безопасность сети. Как будто бы, да, как будто бы действительно биткоин не то, чтобы занял свое место в качестве medium of exchange, ну то есть для каких-то ежедневных или ежедневных платежей, а двигается в сторону store of value. И здесь, наверное, можно задавать вопрос действительно, а вот эта его функция как store of value приведет ли к достаточным комиссиям в сети и не будут ли эти комиссии слишком высокими, чтобы он все еще оставался medium of exchange. Ну то есть, помимо того, что есть ходлеры, которые ходлят и там когда-нибудь, может быть, продадут, я полагаю, что все-таки до сих пор и, вероятно, какое-то время еще будет поток внешних людей, которые, собственно, хотят стать ходлерами где-то там на биржах или на P2P exchange, покупают биткоин, соответственно, ну появляются все там транзакции между их кошельками, между биржами. И вот этот процесс как будто бы продолжается и как будто бы может еще поддерживать размер комиссий. Но немножко-немножко это все выглядит, конечно, как MMM. И хотелось бы понимать, как на самом деле биткоин встроен в целом в криптомир. Ну то есть исторически появился биткоин, потом появился эфир, сейчас очень много чего опирается на эфир, но все еще много чего опирается на биткоин. И условно, если биткоин пойдет под откос, что станет с эфиром тогда? Или же, например, условно эфир какими-то специфическими способами, которые мы на первый взгляд не видим, все равно опирается на экосистему биткоина тоже, и поэтому спрос на дапы будет поддерживать и спрос на транзакции в биткоине. Но мне нечего сказать на этот счет, это просто вопрос, подвешенный в воздухе. У нас сегодня выпуск, где больше вопросов, чем ответов, гораздо. Поэтому это вот еще один интересный вопрос, который можно поисследовать, каким-то выводом прийти. Но я знаю, что еще хотел добавить, что ты говоришь, что это может все выглядеть похоже на пирамиду. Я тебе скажу, что еще делает эту конструкцию еще более похожей на пирамиду. Это, конечно, не пирамида, ну, как посмотреть. Один из контраргументов, почему все будет с биткоином хорошо, заключается просто в том, что number go up и курс будет расти. Если у тебя награда за блок в два раза упала за четыре года, то курс в долларах или в какой-то реальной ценности вырос в два раза, потому что больше спрос, больше людей хотят купить, стать ходлерами, поэтому то на то и приходится, условно говоря. Или даже оптимист скажет, что рост курса будет обгонять. В халвинге поэтому прибыль в долларах или прибыль в единицах электричества, в какой-то нейтральной единице, в реальном мире будет даже выше у майнеров. Но опять-таки not investment advice, и никто не знает на самом деле, что будет. И там другое есть мнение, которое тоже можно как-то было бы в его пользу высказать какие-то аргументы, что биткоин в какой-то степени достиг предела своего роста, и дальше уже будет какой-то рост, если и будет, то уж точно не экспоненциальный и не хоккистик, и там в 10 тысяч раз уже ничего не вырастет. Скорее всего, в 10 тысяч раз не вырастет. Я тоже так считаю. А во сколько вырастет, никто не знает. Так что do your own research. Слушай, ну вот этот аргумент numbers go up, он с одной стороны как практически меня убеждает, с другой стороны то, что мы вынуждены к нему возвращаться, меня скорее пугает, потому что это литерально тот же самый аргумент, который приводит на вроде. Ну да, как бы этот аргумент всем хорош, но он упирается в то, что рано или поздно вкладчики заканчиваются. То есть даже если мы основываемся на том, что пока еще, не знаю, 1% населения ходлит или 5, не знаю, сколько-то, единиц процентов, наверное, всемирно, а может и больше, кстати. В развитых странах десятки процентов имели взаимодействие с какой-то криптовалютой где-то. Но у нас еще есть запас роста, не знаю, в 10 раз, в 20 раз, ну, вряд ли больше. Так что люди-то рано или поздно кончатся, так или иначе. Так что я имею в виду люди, которые еще не охотлены. Да, ну и говоря про количество вопросов в этом выпуске, у меня возникает следующий вопрос. В документе теория игр и экономика разделены на два отдельных подпункта. И у меня было ощущение, что в основном до сих пор мы говорили об экономике. Так ли это или экономические аргументы, какие-то еще другие по сравнению с теми, которые мы уже обсудили? Ну, эти два пункта, они очень тесно связаны между собой, и тоже разделение между ними достаточно случайно. Если перетечь плавно в то, что я бы означал как экономикс в документе, то здесь я решил затронуть еще несколько таких кластеров ресерча. Я тоже про них вскользь упоминал выше в этом выпуске, и, возможно, где-то раньше. Про, ну скажем так, про такие аспекты, которых более явно заметен этот денежный составляющий. То есть, если мы говорим про теорию игры в более общем смысле, это можно рассуждать про каких-то злонамеренных стратегиях, да, как, не знаю, кто-то хочет нарушить работу в сети без какой-то монетарной награды. Вот в этом пункте, который мы сейчас обсудим, здесь более понятно, что такое выигрыш и что такое прибыль. Мы можем говорить здесь про, например, комиссии, можем говорить про выбор монет и составление транзакций из существующих выходов транзакций и про составление блоков. Эти вот три довольно тесно связанных аспекта более-менее все про одно и то же, что у нас есть некоторый ограниченный ресурс, а именно пространство в блоках, и на этот ресурс назначается цена с помощью рынка. Рынок немножко так интересно устроен, то есть транзакции по сути это как ставки на аукционе, то есть ты отправляешь транзакцию в сеть, она платит такую-то комиссию, ты говоришь, я хочу купить вот столько-то места в блоке за такую-то цену. А дальше майнер выбирает те ставки, которые ему нравятся. И возникает здесь много интересных вопросов, в частности такой вопрос, что довольно сложно в общем случае, по крайней мере, предсказать, сколько нужно поставить комиссию, чтобы транзакция подтвердилась, но при этом не переплатить. То есть понятно, что если ты хочешь перевести кому-то деньги, ты хочешь платить поменьше, но при этом ждать тоже поменьше. То есть в идеале войти в следующий блок, но так, чтобы тебе ровно хватило на то, чтобы войти в следующий блок, но не больше. Там возникают тоже интересные истории про то, как попытаться приблизиться к такой ситуации. Если не получается к ней приблизиться, если, например, ты отправил транзакцию, а одновременно еще какой-нибудь, не знаю, кент-биржа решила консолидировать свои транзакции и отправила еще миллион, ну не миллион, не знаю, двести транзакций, тысячу транзакций. Так что твоя комиссия стала неконкурентоспособной в этом блоке. Что делать дальше? Ты не можешь транзакцию убрать, да, и заставить майнеров, заставить узлы про нее забыть. Они про нее забыли через какое-то время, если она не войдет в блок, но это довольно долго. Там я не помню сколько, но типа много часов, может быть дней даже, наверное, часов. Вот. То есть ты хочешь свою же транзакцию перетратить с более высокой комиссией. Дальше вопрос, как это делать? Ключевое слово здесь replace by fee. Отправляешь новую транзакцию с более высокой комиссией, ну и дальше там какая-то есть тонкая тонкость про то, что какие-то транзакции могут поставить флажок, что, мол, имейте в виду, дорогие майнеры, меня можно заменить последующие транзакции с более высокой комиссией. Может транзакция не поставить этот флажок, но даже если она не поставит этот флажок, все равно она может быть заменена, если майнер так решит. Потому что с точки зрения протокола обе этих транзакции валидны, что с низкой комиссией, что с высокой комиссией. И майнер может выбрать, в принципе, любую. Мы предполагаем, что он выбирает с более высокой комиссией, даже если транзакция с более низкой комиссией поставила флажок, что меня нельзя заменять, а майнер такой, ну и что, а я заменю. И тоже было очень много дебатов в прошлом году на тему того, как с этими флажками обращаться, сделать ли по дефолту у всех транзакций такой флажок или все-таки нет. Короче, отдельная тема для дискуссии. А если говорить про составление блоков и составление транзакций, то это уже такая вещь, с одной стороны экономическая, а с другой стороны математическая, потому что это частный пример с некоторыми дополнительными ограничениями задачи о рюкзаке, где у нас есть некоторый рюкзак определенного объема, есть какие-то штуковины разного тоже своего объема, которые мы хотим в рюкзак сложить, и как нам сделать так, чтобы максимально этот рюкзак плотно упаковать. Сама по себе эта задача эффективно не решается в общих терминах, но опять-таки большое пространство для ресерча заключается в том, как находить достаточно хорошие решения достаточно быстро, потому что мы здесь пытаемся найти трейдов между с одной стороны качеством решения, то есть собрать блок с максимальными суммарными комиссиями, или собрать транзакцию из UTXO, в свою очередь с минимальной комиссией, потому что ты можешь, не знаю, взять один огромный UTXO, и у тебя будет транзакция мало весить в байтах, но при этом тебе придется сдачу получать. Или ты можешь, допустим, из мелких каких-то UTXO собрать транзакцию без сдачи, но при этом она будет больше весить в байтах, опять-таки. Ее инпуты будут больше весить, а аутпуты будут меньше весить, потому что сдачи нет. И дальше ты пытаешься найти трейдов между этими всеми штуками, сколько ты платишь комиссий, и сколько ты времени тратишь на поиск этого решения, потому что найти абсолютно оптимальное решение слишком много занимает времени. И можно еще в этом же месте подумать про privacy. Опять-таки, пример того, что приватность должна пронизывать все уровни стека, решая эту оптимизационную задачу, еще можно задуматься над тем, а не раскрываешь ли ты случайно тот факт, что вот этот аутпут – это сдача от того, или что вот этот адрес связан с тем. А если ты хочешь как-то назначать лейблы на свои UTXO и пытаться разделять, что вот эти UTXO у тебя с биржи, те UTXO у тебя, не знаю, купленные у друга за наличное, и лучше их не светить вместе с KYC-шнутыми. Хотя я слышал мнение, что в целом, если у вас такая ситуация, то лучше просто разные кошельки завести. Потому что очень сложно за этим следить и не смешивать разные UTXO. Лучше у вас будет один кошелек KYC-шнутый, а другой кошелек не KYC-шнутый. Но в любом случае это такие задачи, которые сочетают в себе и математический аспект, то есть можно это формализовать как задачу о рюкзаке, и экономический аспект, можно считать какие-то экономические мотивации и прибыли разных факторов. Вот как такой пример направления. Ну и другое, наверное, более общее направление, которое здесь я упоминаю, не очень много могу про него сказать, но очевидно, что можно это тоже поисследовать вообще. Ну тоже, Вань, ты раньше это упоминал, и это та область, где, мне кажется, что у нас больше вопросов тоже, чем ответов, про влияние биткоина вообще в целом на мировую экономику, на какие-то ее аспекты, на окружающую среду, например, этот майнинг, мем про то, что майнинг убивает белых медведей, ну может быть это так, а может быть это не так, а в какой степени это так и так далее. То есть здесь можно все считать аккуратно и пытаться докопаться до истины, без лозунгов и без какой-то идеологической повестки в идеале, какое на самом деле влияние майнинга на окружающую среду, или влияние майнинга на, ну я не знаю, какие-то аспекты локальной экономики в тех городах, где майнинговые фермы стоят. Или на рынок межгосударственных денежных переводов, то есть там люди, которые работают в одной стране, посылают деньги в другую, пользуются ли они биткоином или стейблкоинами, и в какой степени, и на что это влияет, и так далее, и так далее. То есть такого рода аспекты тоже, конечно, вызывают большой интерес и приглашают исследователей себя поисследовать. Следующая тема для потенциального и actual research это user experience. Что можно сказать на этот счет? Ну тут много интересного можно сказать. Опять-таки здесь немножко получился не очень подробная глава именно в документе, но очевидно, что это важная и интересная тема для исследований, поскольку, как было сказано выше, про инструменты приватности, но вообще это про все можно сказать, что если мы хотим, чтобы люди чем-то пользовались, нужно сделать использование этой штуки удобным и интуитивным. И здесь, конечно, большой прогресс был уже проделан, и современные кошельки гораздо более интуитивны, чем кошельки были там n лет назад, но все равно пользователь сталкивается с концепциями, которые, возможно, ему не совсем знакомы. Нужно найти компромисс, и опять-таки, это тема для потенциальных исследований. Как найти компромисс между, с одной стороны, интуитивностью и желанием не грузить пользователей сложными техническими концепциями, но, с другой стороны, если мы все-таки в духе шифропанка хотим это делать, как дать при этом пользователю все-таки контроль над своими деньгами, потому что, если мы этим требованием пренебрегаем, то просто у нас получается кастодиальный сервис, там биржа или что-то, или кастодиальный кошелек, и это как будто бы немного проще сделать, и всяческие финтех-стартапы и финтех-приложения знают, как это делать, просто показывают циферки на балансе и делают все просто и понятно. Если мы хотим сделать действительно, чтобы пользователь был главным и имел полный контроль над тем, что у него происходит, нужно как-то это аккуратно до него донести, что, с одной стороны, это удобно, но, с другой стороны, если ты что-то потерял ключ, то, ну, тип-то сам виноват. Но, опять-таки, можно искать компромиссы, и какие-то делаются дополнительные ключи для восстановления, мульти-сиги, один ключ хранится у компании, еще один хранится где-то там. Но, опять-таки, чем сложнее схема, тем она сложнее для того, чтобы ее объяснить, и тем меньше людей будет ей пользоваться. Несколько статей и даже одна диссертация процитированы в нашем документе, которые анализируют юзер-экспириенс разных кошельков, и, собственно, пытаются измерить или пытаются проанализировать то, как реально люди пользуются кошельками, как они на это смотрят, и что они видят, пытаются ли, насколько они понимают, что хотел сказать автор интерфейса или какой-то крипто-системы, когда они в реальном мире этим пользуются. Так что адресую пользователей. Адресую слушателей к этим ссылочкам. Если кто-то занимается исследованиями в области UX, UI и похожими вещами, то welcome. Да, я вообще задумался, а что такое ресерч в области юзер-экспириенс? То есть как будто бы, в первую очередь, юзер-экспириенс – это про построение продуктов, которые предоставляют этот юзер-экспириенс. А как может выглядеть именно ресерч в этой области? То есть звучит как не очень научная тема, а скорее практическая. Ну да, она менее научная в том смысле, что там меньше каких-то сложных теоретических построений, математики и всего такого прочего. Ну, в частности, ресерч может выглядеть так, что ты, например, собираешь какие-то данные, какую-то аналитику и пытаешься понять, что люди реально делают в приложении. Или ты собираешь фокус-группу и их подробно опрашиваешь, даешь им потыкать в кнопочки и дальше смотришь, куда они тыкают, что они рассуждают при этом, как они понимают те концепции, которые им кошелек пытается объяснить или другое приложение пытается объяснить. Ну и какие-то из этого делаешь выводы, что люди понимают, что они не понимают, что они неправильно понимают, что им реально нужно, а какие фичи просто они проходят мимо. Ну что-то такое, что может потом информировать разработчиков и давать некоторую точку отчета для разработчиков протокола, что более важно и менее важно, что является препятствием на пути к удобному юзер-экспириенсу, а что, не знаю, что уже работает хорошо. Окей, и здесь мы можем перейти к нашему следующему вопросу, а это second layer, решение второго слоя и какие исследования проводятся в этом направлении. И прежде чем мы перейдем, собственно, к теме исследований, вот какой вопрос у меня. Мы посудили с тобой, что биткоин как будто бы, ну, то ли двигается, то ли будет двигаться в сторону от medium of exchange, и как будто бы эту роль на себя могли бы взять решение второго слоя как раз, ну, в силу своей большей скорости и меньших комиссий. Как тебе кажется, на практике это уже происходит или нет? Потому что, например, вот в том же эфире решения второго слоя как будто бы вовсю уже работают, ну, начиная просто с чейнов типа Arbitrum и Optimism, там ZK-Sync, и, ну, в первую очередь, эти вещи. То насколько это популярно в биткоине? То есть как будто бы тебе не нужно взаимодействовать со смарт-контрактами и платить супербольшие комиссии, а обычные комиссии за переводы ты все еще можешь себе позволить, по крайней мере, на данный момент. Да, ну, у меня такое впечатление складывается, что, ну, тот же самый Lightning не набирает популярность так быстро, как, возможно, хотелось бы его создателям, но в частности по тем причинам, которые ты обозначил, что, во-первых, комиссии на первом уровне довольно маленькие, и в целом не так уж обломно платить ончейн. И другой такой букет причин, который, мне кажется, замедляет adoption, в том, что все-таки концепция канала может быть несколько неинтуитивна, и вообще концепция того, что ты должен менеджить ликвидность и должен понимать, что у тебя столько-то монет в канале туда, а столько-то монет в канале сюда, и ты можешь принимать вот столько, а получать вот столько, она, ну, действительно неинтуитивна. И кошельки работают над тем, чтобы это абстрагировать, но нужно тоже к такой абстракции подходить с умом и, ну, в процессе абстрагирования не прийти к полной кастодиальности, то, что кто-то менеджит все твои каналы и как бы и все. То есть, как будто бы, с одной стороны, не настолько велик спрос, как бы спрос на такие решения, он есть, конечно, и Lightning в целом, мне кажется, набирает популярность, но это, опять-таки, не хокки-стик, а это такое более поступательное развитие и более поступательный рост, который там замедляется в BR-маркетах в среднем, немножко ускоряется в BR-маркетах, вот, но кошельки есть, и тоже про это, если я правильно помню, я рассказывал в выпуске с Bitcoin-конференции, что были громкие заявления от довольно крупных именно таких финтековских проектов, там, Cash App очень поддерживает, и у себя внедряют Lightning, и поддерживают разработку Lightning, и подобного рода вещи у себя Lightning внедряют, и пусть даже это не является такой первой необходимостью для большого числа людей, если у них уже есть приложение в кармане, где уже есть поддержка этого протокола, то понятно, что порог входа гораздо ниже, и если такая возможность уже есть, то когда, если комиссии поднимутся, например, или когда, если это станет реально необходимо, то люди будут уже готовы. Окей, тогда давай перейдем к техническим аспектам. Что здесь можно обсудить? В первую очередь, протокол дизайн. Да, это такой очень общий пункт, который говорит примерно о следующем, что вот у нас есть протокол на базовом уровне, то есть блокчейн, там, Bitcoin в нашем случае, который работает, производит блоки, у него есть такая-то система скриптов, у него есть такая-то система, ну, там, структура транзакций и так далее. Как нам сделать дополнительный протокол, который бы наследовал как можно больше гарантий безопасности от первого уровня и при этом давал бы как можно больше дополнительных плюшек? Ну, здесь, если мы говорим про Lightning главным образом, это высокая скорость транзакций. То есть не нужно ждать подтверждения, комиссии меньше, ну, как бы как рыночек приезжает в среднем, но как будто бы они должны быть меньше, они на самом деле меньше. Как именно задизайнить такой протокол, это тоже вопрос исследований, хотя у нас есть уже давно и достаточно надежный работающий пример в виде Lightning, то есть вот так можно задизайнить. У Lightning есть определенные недостатки, в частности, структура транзакций, которая кодирует состояние канала, она там довольно сложная внутри и запутанная. Два партнера по каналу должны поддерживать всю историю предыдущих состояний, чтобы быть способными оспорить закрытие канала, если оно произойдет там неправомерным образом. Ну и в целом там, ну, как бы есть сложности, насколько я понимаю, это довольно такой, ну, тяжелый протокол и не самый простой. Есть варианты, как это можно было бы улучшить или упростить, но они требуют изменений в самом биткоине, что тоже, как мы знаем, происходит довольно небыстро. Одна из тем исследований и разработки, над которой люди работают, это L2 и LTOO. Такой протокол, который, ну, вряд ли заменит Lightning, но, по крайней мере, может стать его дополнением. Другая структура каналов с другими немножко гарантиями безопасности, которые будто бы проще структурно, которые требуют обновления в биткоине. И дальше вопрос, как нам сделать это обновление в биткоине правильным образом, почитайте про это по ссылочкам. Другое направление – это вещи, связанные с оракулами, с контрактами и с тем, что называется DLC, discrete log contracts, которые позволяют заключать какие-то споры, пари, ставки на спорт, все вот это. Про это я вспоминаю, да, мы анализировали. Мы обозревали в отчете Миссари, тоже мнение автора отчета, что prediction market, если это назвать prediction marketом, не взлетели, потому что довольно узок круг их применения. Но DLC, я думаю, может быть и более широкий круг применения. Посмотрим. В целом, да, история про то, что есть оракул, который поставляет данные, есть транзакция, которая тратится туда или сюда в зависимости от определенной подписи. И сам чейн, да, сам биткоин не знает, в чем суть контракта и не знает, кто поставляет данные. Все это очень приватно и может быть реализовано. Ну и также два других направления, которые хотелось бы упомянуть. Смотрите по ссылочкам. Во-первых, это Chomian и Cash. Это система анонимной криптовалюты, которую придумал еще Дэвид Чом в 80-х или еще в 80-х, мне кажется. Там была такая идея, что с помощью слипых подписей банк выпускает некоторые единицы валюты, люди могут их относить обратно в банк и получать новые. И там все очень приватно и все очень криптографически хорошо устроено, насколько я понимаю. За одним минусом, что есть централизованный банк, который, собственно, менеджит выпуск этих планеток. Поэтому это, можно сказать, был одним из прекурсоров, одним из ранних вариантов того, чем позже стал биткоин. А некоторое время назад эта идея возродилась. И есть проект, который пытается это запилить в разрезе таких комьюнити-банков. То есть, условно говоря, ты можешь стать таким доверенным или полудоверенным банком для своих друзей, родственников или кого-то еще, для своего комьюнити. А при этом ты соединен с большим лайтнингом с помощью лайтнинг-узла. И все это должно очень быстро работать с некоторым, ну, понятно, большим уровнем доверия внутри этого маленького комьюнити-банка. Можно про это тоже думать. Какие здесь можно принять компромиссы, как это оптимальным образом реализовать. Ну и, конечно, тоже, Вань, ты упомянул, в Ethereum экосистеме только и говорят, что про рулапы очень популярное и интересное решение. Я, кажется, тоже оставлял ссылки на эти исследования еще в нашем прошлом выпуске про биткоин. Несколько месяцев назад вышли два довольно больших документа, которые исследуют возможность и практичность рулапов на биткоине. Причем и валидите рулапов, и ZK рулапов. Насколько это все возможно и что это требует от биткоина. В общем, long story short, проходите по ссылочкам. Несколько статей, которые по-разному конструируют конструкции каналов, как в текущей архитектуре биткоина, то есть не используя каких-то новых примитивов, вроде нового типа, не подписи, как это называется, SIG HASH, как перевести. В общем, есть варианты нового дизайна платежных каналов, которые требуют изменения в биткоин, которые не требуют изменения в биткоин. И на все это интересно очень смотреть, сравнивать их плюсы и минусы, и пытаться разбираться, что из этого было бы наиболее интересно в реальной жизни имплементировать. Скажем так. Окей. Дальше у нас уже ставший традиционный набор security и privacy. Да, security и privacy – это тоже вещи, которые везде должны присутствовать. И все это, конечно, пересекается и с предыдущим пунктом, что security в терминах layer 2, оно главным образом касается того, как именно наш протокол будет взаимодействовать с первым слоем, как будут оспариваться неправомерные транзакции. Ну, короче, вот это наследование безопасности от первого слоя, как именно его реализовать. Вот в этом главный вопрос. И латник этому подходит одним способом. Там есть некоторые атаки, которые могут мешать. Если Алиса пытается неправильным образом закрыть канал с Бобом, Боб пытается это оспорить, а тут Алиса еще хитрым образом атакует сеть на первом уровне, на peer-to-peer слое, не допуская транзакцию Боба в сеть. Какие-то такие вещи возможны и через эклипс-атаки, и через какие-то хитрые манипуляции с зависимыми транзакциями, с комиссиями, так чтобы, допустим, Бобу не хватает комиссии, чтобы транзакция вошла в блок, а Алиса сделала какую-то хитрую фигню так, что Боб не может повысить эту комиссию. Бывает и такое. То есть все это аккуратно нужно смотреть, и понятно, что чем больше разных движущихся частей и деталей у протокола, тем большее количество вещей можно потенциально эксплуатировать. Ну, связанная вещь, о которой давно говорят, и которая в какой-то степени уже находится в довольно продвинутой стадии разработки, это watchtower. Сервисы, которые следят за блокчейном и оспаривают транзакции неправомерные в латинге. Ну, понятно, что централизованный watchtower сделать довольно, наверное, несложно, а вот децентрализованный так, чтобы он, с одной стороны, не знал информации о своем клиенте, и все это было максимально приватно, с другой стороны, чтобы он реально был мотивирован, он, она, в общем, башня была реально мотивирована делать свою работу и оспаривать транзакции. Ну и в идеале, конечно, мы бы хотели, чтобы она еще и получала награду в соответствии с своими действиями. То есть если она оспорила транзакцию, она получает комиссию, если она пропустила транзакцию, она в идеале, опять-таки, должна нести какое-то наказание, потому что иначе теория игр может не сойтись. Так что это тоже направление исследований, даже с практическим вполне себе воплощением. Ну и всякие векторы вроде отказа в обслуживании, тот же джеминг, который мы обсуждали, тоже относятся к этой категории исследований. Ну а если перетечь постепенно в privacy, в приватность, что тоже очень смежная тема, можно думать про разные вещи. Можно думать и про то, как второй слой взаимодействует с первым, и какая информация утекает в обе эти сети, в каких случаях. Были работы, которые пытались скейлировать, опять-таки, кластеринг транзакции на первом слое, вот то, что мы выше обсуждали, с какими-то деталями, с какой-то информацией, которая просачивается из лайтнинга и какие-то сделать выводы на этом основании. Тоже такое бывает. Всякие вещи вроде того, что в текущей конструкции лайтнинга все платежи, все индивидуальные платежи в каждом канале в рамках одного платежа объединены одним и тем же секретным значением и хэшом, который, собственно, их связывает и делает их одним платежом. Из этого можно понять, просто будучи на маршруте, что вот эти вот два обновления канала на самом деле часть одной транзакции. Конструкция новая, конструкция для сети платежных каналов для биткоина, которая называется PTLC. Point Time Log Contracts, которая как раз связана со шнором, этой проблемы избегает. Это другая криптографическая конструкция, которая позволяет связывать мультихоп-платеж, собственно, в один платеж, при этом не раскрывая внешнему наблюдателю, что это действительно один платеж. Тоже про это можно думать. Также можно думать про нахождение маршрутов, про раутинг в лайтнинге, потому что отправитель обычно составляет маршрут к получателю по своему локальному слепку сети и отправляет платеж по этому маршруту. Какая информация при этом раскрывается, насколько большой властью обладают узлы, которые где-то в середине сети находятся и являются фактически хабами, можно ли их обойти, как их можно обойти и так далее. Ну и тема, которой я занимался до того, как я занимался в чейнкоде, джемингом, до этого я занимался пробингом. И тоже такая тема, на которой было написано несколько статей, в том числе принимаем участие про то, как нам сохранить приватность баланса в канале и как нам бороться с ситуацией, где можно отправить несколько платежей, которые зафейлятся, но при этом раскроют про какой-то далекий канал тот факт, платеж мог пройти через него или нет. И таким образом можно достаточно большой точностью прощупать, какой на самом деле баланс и сколько у кого денег. Ну и в целом мы бы, конечно, не хотели, чтобы все подряд знали, сколько денег у тебя в канале, не просто целиком, общая емкость, да, канала, а сколько именно у тебя. Так что вот все эти вопросы, их можно анализировать, про это уже есть какие-то предыдущие работы, можно взять какую-то статью, несколько статей, попытаться на их основе что-то построить и опять-таки, как часто бывает, найти правильный трейд-офф между всеми этими качествами, которые мы хотим достичь безопасностью, приватностью, эффективностью, скоростью и, наверное, что-нибудь еще хорошее. Ну, я могу просто дальше продолжить, мы немножко, там, почти уже дошли до конца, и в целом темы, которые нам остались, тоже их кратко осветить и рассказать, что там происходит, они связаны с предыдущими вещами. Под пункт или под глава, которую я заглавил, Economics and Network Topology, ну, тоже, это несколько рандомный выбор названия, понятно, что все это совсем взаимосвязано и переблетено. Нам хочется, чтобы платежи в Lightning и вообще в Layer 2 проходили быстро, то есть мы хотим увеличивать долю успешных платежей. Как нам это делать? Вопрос открытый. Как нам организовать, например, множественные попытки одного и того же платежа? Как нам, ну, что нам делать, если мы отправили платеж, он завис? Можно ли его отменить, да, заканцелить? Простого способа, насколько я понимаю, нет, но, может, как-то можно все-таки придумать. Как нам менеджить ликвидити? Как нам, если у меня есть несколько каналов в разные, к разным партнерам, как мне поддерживать такой баланс в этих каналах, чтобы он максимально отвечал моим потребностям? То есть если есть какой-то поток платежей, я хочу, чтобы у меня всегда баланса хватало. А какой-то поток платежей есть в противоположную сторону. А у моего партнера тоже есть какой-то свой поток платежей, который он через меня хочет раутить. Все это можно менеджить и считать, каким образом все это оптимизировать. И способ, например, это оптимизировать мог бы быть назначение комиссии. Постоянно следить за тем, какие потоки платежей куда идут, где ликвидности не хватает. И оперативно менять комиссии, пытаясь экономически направить поток платежей в ту сторону, куда тебе хочется, чтобы они шли. Если нужно перебалансировать канал, ты говоришь, что здесь дешево, идите сюда. Но при этом это тоже не универсальный способ, потому что обновление комиссии не происходит мгновенно. И обновление комиссии – это тоже сообщение, которое ты отправляешь в перту персеть, пока оно дойдет до всех, пока все обновят свои базы данных и будут учитывать это при раутинге. То есть это не происходит каждую секунду. То есть тоже какой-то нужный трейд-офф найти. Как часто обновлять комиссии, насколько обновлять комиссии свои. Ну и, конечно, как выбирать партнера. Это вопрос, который многие беспокоят. Как выбирать партнера по каналу? Он должен быть хорошо соединен со всеми или нет? То есть, казалось бы, хорошо выбрать большой хаб. Если выбрать большой хаб, тогда у нас повышается централизация. Но, с другой стороны, что мы можем так и можем возразить на резонный совершенно аргумент, что соединяюсь с кем хочу, большой хаб мне дает больше возможностей для того, чтобы за малое количество хопов до большого количества узлов достать. Что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Как нам сеть сконструировать таким образом, чтобы такая ситуация... Ну, наверное, мы не можем ее полностью предотвратить, но как сделать так, чтобы она не влекла за собой централизацию в таком, ну, общефилософском смысле, чтобы эти хабы не смогли всех вдруг зацензурировать или остановить платежи, или ввести к РОСИ что-нибудь такое нехорошее сделать. Так что это тоже объект исследований. Это все можно квантифицировать, рассчитывать, доказывать теоремы про это. В общем, все аспекты лайтинга, они сейчас работают как-то, да, и, видимо, достаточно хорошо, что эта система широко используется на практике. Ну, в сравнении с чем, но это большая система, там много миллионов долларов заперта, и вроде никаких фатальных багов и ужасных взломов, как мы видим в некоторых других экосистемах, скажем так, мы в последнее время не наблюдали. Да, по-моему, никогда не наблюдали. Но, конечно, пространство для улучшения есть, и мне кажется, что... Ну, примерно здесь мы можем закруглиться и подытожить. Еще про раутинг есть глава, но в целом, мне кажется, я уже и так рассказал про раутинг и про то, что мы от него хотим. Есть несколько статей, которые исследовали разные аспекты, да, как нам находить оптимальные маршруты, как распределять по маршрутам наши платежи и так далее, и так далее. Ну да, наверное, не имеет смысла закапываться в глубокие детали и обсуждать конкретные предложения и конкретные статьи, но я надеюсь, что наш обзор кому-то помог и кому-то прояснил картину ресерча в биткоине и в лайтнинге. Очень много задач, разной степени теоретичности, затрагивающих разные области науки, да, то есть там что-то может и математик найти в этой картине, в этой области, и специалист по сетям, специалист по криптографии, и по UX, дизайну, и экономике, теории игр, приватности и безопасности. Наверное, это главные, да. Главные области, но наверняка и что-то еще есть. Все эти области очень интересным образом пересекаются друг с другом, все время нужно находить компромиссы, трейдов между одним и другим, и, конечно, в такой ситуации очень полезно, когда кто-то, когда исследователь смотрит на это трезвым взглядом и анализирует, насколько это возможно, объективную реальность. То есть насколько одна вещь влияет на другую, чем мы можем пренебречь во имя чего-то другого, и как-то это, если завернуть это в цифры теоремы и привязать это к реальности, то это может стать очень ценной информацией, да, очень важным результатом, от которого могут отталкиваться, в свою очередь, разработчики, направляя развитие протоколов, которые нам ценны и нами любимы, в сторону, которая делает их в целом лучше, удобнее, безопаснее и так далее, и так далее. Так что приглашаю всех слушателей почитать документ, который мы оставим в шоу-нотах, покликать просылочкам, можете мне, если хотите, написать фличку, я что-нибудь тоже порекомендую и расскажу, что в этой области происходит. Ну, как-то так, наверное, мы постепенно можем завершать или какие-нибудь еще вопросы более общего толка обсудить. Да, у меня, наверное, последний вопрос остался. С точки зрения скиллсета, если кто-то из наших слушателей, например, выделит для себя какие-то направления ресерча, какого скиллсета они требуют? Соответственно, это математика, это программирование, это data analysis или что-то еще? Ну, зависит от того, конечно, какую область ты выберешь, но в целом эти скиллы, которые ты перечислил, они действительно могут пригодиться. То есть, ну, понятно, что там какое-то базовое знание математики, наверное, нужно везде, какая-то более глубокая математика, ну, если ты выберешь более математичную, скажем так, задачу себе и что-нибудь хочешь квантифицировать, написать теоремой, то тогда да. Анализ данных пригодится, если ты сюрприз, анализируешь данные, да, всякие вещи про peer-to-peer. Можно, например, представить такой ход работы, что ты собираешь со своих узлов или из какого-то источника данные про то, как транзакции проходят, ты анализируешь их свойства, да, или ты анализируешь какие-нибудь лайтнинговые штуки. Но это, действительно, анализ данных, можно строить граф, модель графа, как-то просчитывать его свойства тоже с точки зрения математики и с точки зрения каких-то вещей типа симуляции, да, сделать модель графа и по ней прогнать рандомные транзакции, посмотреть, что там, куда они приходят и что в итоге происходит. Ну, то есть, да, наверное, так, но мне кажется, пусть, если вы хотите заниматься ресерчем и вам кажется, что вы недостаточно там сильны в чем-то, пусть вас это не останавливает. Во-первых, можно всегда скиллы накачать. Во-вторых, можно какую-то выбрать область, где, допустим, не так сильно используется какая-то глубокая математика или не так сильно используется какой-то суперанализ данных. В той же приватности, мне кажется, многие вещи, они из какой-то проистекают просто общей логики и обладая аналитическим складом ума, если можно так выразиться, и глядя на реальные данные, можно вполне себе докопаться до интересных вещей. Так что, ну, очень ты так смутно ответил на твой вопрос. В общем, скиллсеты, которые ты перечислил, полезные. Наверное, можно и без них. Наверное, можно их и подкачать как раз, занимаясь таким ресерчем. Так что, всех приглашаем в любом случае в наш уютный мир биткоин-ресерча. Да, Серж, спасибо тебе большое за этот обзор, причем я имею в виду и сам документ, и то, как мы его обсудили. Мне кажется, это хорошая отправная точка для тех, кто действительно захочет продолжить свою работу в направлении биткоин-ресерча. Да, спасибо, Ваня, за вопросы. Мне кажется, выпуск получился интересным. Надеюсь, что кому-то он будет полезен, и кто-то, возможно, даже решит в эту сторону направить свою деятельность. Что ж, и спасибо нашим слушателям за внимание. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто уже на нас подписан на Патреоне и Бусти. Вы нам очень помогаете, друзья. И также хочу еще раз поблагодарить наших спонсоров. Это Everscale, асинхронный Layer 1 блокчейн с уникальными концепциями мультитрейдинга и платы за хранение. Это OneInch, агрегатор децентрализованных бирж, работающий со всеми основными современными сетями. И это Zerion, умный кошелек для Web3 мира. Спасибо им за поддержку подкаста Базовый Блог. Что ж, на этом прощаемся. С вами были Сергей Тихомиров, Иван Иваницкий, подкаст Базовый Блог. Всего доброго и хорошего дня.